Дума Березовского района За многолетний добросовестный труд, безупречную муниципальную службу, личный вклад в проведение государственной политики в области архивного дела на территории района, а также за высокие достижения в профессиональной деятельности. Уже по сложившейся традиции депутаты Думы района обсудили вопросы в режиме видеоконференц-связи. Из-за эпидемиологической обстановки в прошедшем году был изменен регламент работы Думы. Основой для обсуждения и принятых решений на этом заседании стали подробные отчеты из-за минувший 2020 год. Предшествовала этому работа комиссий и рабочих групп. Было рассмотрено 25 вопросов за 2020 год за проделанную работу администрации Березовского района. Все комитеты и все службы провели отчеты за проделанную работу. Мы сегодня проголосовали и пенили, что работа администрации в непростой 2020 год была сложная, но все-таки районы администрации отработали. И мы сегодня поддержали их не все выполненные планы на 2020 год. И плановые 2020, 2021, 2023 годы. Благодаря удобному дистанционному формату в работе Думы удалось принять участие представителям всех муниципальных образований Березовского района. Обсудить депутаты смогли не только отчеты, но и насущные вопросы, задачи и проблемы поселений. Ну, конкретно касается поселка, у нас в этом году очень много снега, да, и плановая сейчас идет вывоз снега и затопление Игримской территории, да. Возможно, есть такие опасения, но я думаю, что администрация справится с этим заданием и по поселке будет вывезен снег. Также у нас подникались вопросы по вывозу мусора, сегаэкологии, по подготовке к отопительному сезону уже 2021 года. Отчитывали ЖКХ по строительству в поселке Игрим новых объектов, это детского садика, плавательного бассейна, по автодороге, которую мы все-таки завершили к улицам Коперативной. То есть вот такие глобальные вопросы для поселка Игрим мы обсуждали. В процессе работы Думы за прошедший год было рассмотрено в общей сложности 150 вопросов. По 149 из них были приняты решения. 79 решений депутаты приняли в заочном формате. Сейчас, после подведения итогов года, главная задача подробно и качественно распланировать работу на ближайшее время и на перспективу до 2023 года. Достигнутые результаты стали возможным благодаря проводимой государственной политике, вниманию правительства автономного округа и игры губернатора Натальи Владимировны Комаровой. Хочется поблагодарить депутатов, главу Березовского района, органы местного самоуправления района, молодежный парламент за сотрудничество и плодотворную работу. Только вместе мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Репортажи АТВ Березова размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал Ютуб, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион». Подписывайтесь на канал Ютуб.